Вопрос в соотношении закона и добра еще интересен. В смысле того, что закон, когда развивается, стремится зарегулировать все стороны жизни. Есть такая мечта государственников, которая состоит в том, чтобы однажды составить такой свод идеальных законов, который бы на все случаи жизни указывал, как надо себя вести, указывал, что разрешено, что запрещено. На самом деле правильный закон должен только отрицать, только запрещать то, что не позволено делать. То есть он должен указывать границу нашей свободы. И не должен говорить о том, что нам разрешено делать. Потому что нам разрешено все, что не запрещено. И принцип этот должен соблюдаться. И нормальный закон всегда должен просто, именно так и формулироваться. Он должен указывать, что вот это запрещено, а все остальное делайте, как хотите, на свой страх и иск. И, собственно, в процессе практики, когда возникают какие-то новые проблемы, закон должен вторгаться, и там указывают на то, что запрещено. И каждый раз закон именно с этой стороны должен направлять свои усилия. Потому что смысл закона состоит в том, чтобы указывать, что такое зло. Вообще говоря, изначальный смысл закона состоит в том, чтобы дать возможность нам существовать совместно. Чтобы дать возможность нам быть совместно свободными. То есть ограничить свободу каждого так, чтобы у каждого осталась какая-то свобода внутри его, своей внутренней сферы. Чтобы он мог этой свободой воспользоваться. Чтобы не дать возможность существованию произвола отдельных людей, которые узурпируют власть или узурпируют права, и будут, допустим, ограничивать права других людей. В этом смысл закона. Но в своем применении, я говорю, закон почему-то стремится так детализироваться. Даже если взять закон, как его поняли иудеи, у них сколько там, 613, по-моему, заповедей, в итоге они вычитали в Библии. То есть закон стремится в такой детализации, стремится как бы все стороны жизни зарегулировать. Но это реально, как бы, да, это вот ошибка. Но не ошибка самого закона, потому что, как мы понимаем, что такое закон? Закон – это просто следствие работы нашего мышления. Наше мышление работает, оно пытается некий общий принцип высказать. и высказывать общий принцип, и оно формулирует свои выводы в виде какого-то законодательства, каких-то предписаний, правил, заповедей, принципов и прочего. Причем это не только касается нравственности, это касается всего. В том числе, допустим, уставов армейских, уставов каких-нибудь, там службы какой-нибудь, типа охраны, как ты говоришь, там. В принципе, инструкции по применению какого-нибудь аппарата, инструкции по применению, допустим, там, не знаю, микроволновой печи, и так далее. Что в принципе она стремится зарегулировать все. Но суть вопроса должна состоять в том, что все, что как бы не запрещено, все разрешено. Понятное дело, что если это касается микроволновой печи, то там же не напишешь, что ее нельзя, не знаю, сбрасывать с десятьэтажного дома, то есть с восемьдесят этажного дома. Да, с одиннадцать этажного можно и так далее. Да, то есть просто надо указать на то, что не кидайте все. Понимаешь, отсюда будет ясно, что не кидайте во всех случаях жизни. Так вот, а с другой стороны, когда мы говорим о добре, вот у нас с чем добро замечательно, когда мы говорим о конкретности добра, что вот такого зарегулирования нет, то есть вот такого развития, когда возникает, как это называется там… Если все стремятся нести пользу друг другу, то необходимость закона отпадает. Конечно, не, необходимость закона не отпадает никогда, потому что закон – это то самое общее, что мы совместно можем друг с другом договориться. Дело в том, что, видишь, я сколько раз уже говорил, что в регионе законов мы не можем… В регионе законов мы… Это тот самый регион общности, тот самый регион, в котором мы можем достигнуть некого общего согласия. Почему как бы государство может базироваться только на законах? Потому что оно может его прописать, как бы, в виде кодекса, да, свода законов, и тем самым указав некий консенсус, да, того, как общество должно быть устроено, и как оно должно жить, да, как оно должно существовать. А на уровне добра такого консенсуса не прописать. Я же говорю, каждый человек в каждой отдельной ситуации будет вести себя специфическим, ему конкретным, присущим образом. Потому что у него конкретные способности, у него конкретная скорость реагирования на ситуацию, у него конкретные мотивы и так далее. Понимаешь? То есть в добре не может быть каких-то общих принципов. В абстрактном добре может быть, да, мы говорили об этом. Но абстрактное как раз закон-то и стремится оградить людей от зла, как бы, и примерно указать на то, в чем состоит абстрактное добро. Но мы-то говорим о конкретности добра. Ведь абстрактное добро, оно… В чем, как бы, недостаток абстрактного добра? Что в своем применении оно часто оказывается недобром. Просто мы, когда говорим о конкретности добра, мы имеем в виду, что когда я реализую свою волю, я стремлюсь довести эту волю до конкретности добра. Чтобы добро было не моим добром, да, как в абстрактности добра. Ведь абстрактность добра, она указывается на то, что всем людям присущи какие-то общие свойства. И если это добро для меня, то есть если это польза для меня, то это, значит, польза для всех. Если, условно говоря, заниматься йогой – польза для меня, значит, заниматься йогой – польза для всех. Но этого на самом деле не так. Понимаешь? Но конкретность добра указывает, что даже если что-то пользует для меня, это не значит, что это пользует для другого. И поэтому абстрактное добро, она стремится и совершить вот это вот некое усреднение всех людей, как бы всех людей рассматриваться в некой общей позиции. И тогда она видит весь мир тоже точно так же абстрактно. Тогда нет вот этих конкретных, уникальных личностей, а просто есть некого рода индивиды, всеобщие индивиды, как у Гигель. Вот у Гигеля, на самом деле, все индивиды, они ведь теряются в этой всеобщей субстанции. Они перестают быть теми самыми яркими индивидуальностями. Собственно, существует, получается, только некое всеобщее сознание, всеобщая воля. Все. А все индивидуальности просто растворяются. Их воля в лучшем случае соглашается осуществлять всеобщую волю, а в худшем случае они просто ничего не могут противопоставить этой всеобщей воле. Даже если они там сопротивляются, это сопротивление бесполезно. Потому что оно несубстанциально. А речь-то, как раз я говорю о том, что в конкретности добра мы как раз осуществляем свою уникальность, потому что мы пытаемся довести нашу волю до добра, как оно есть для другого. Не как оно есть для меня только. И не всеобщее какое-то добро, которое как бы никак не кажется, относится ко всем, а до некого конкретного добра. И поэтому, когда законы, еще раз говорю, пытаются вот так вот размножаться, когда возникает эффект такого взбесившегося права, на самом деле, это вот есть то самое непонимание, что добро не достигается путем формулировки неких законодательных актов, некого рода законодательства. Просто не тем, на самом деле, достигается добро, что формируется некое там правовое государство, что как бы государство регулирует, достигает некой, скажем так, справедливости и прочее. Не этим достигается добро. Скорее, этим достигается некая всеобщность жизни, ну, в справедливости. А добро достигается в том, что каждый отдельный индивид, он действует исходя вот из конкретности ситуации. И даже, может быть, иногда нарушая закон. А возможно ли тогда устроить государство, действительно, если мы говорим о регионировании добра, на основе, регионировании бытия, на основе добра, можно ли тогда государство устроить? Государство нет. Тогда получается, мысль о коммунизме просто бессмысленна? Нет. Это государство нельзя. А обществ людей может быть, в виде общины. В виде союза общины какие-то. Даже не знаю, получится ли союз. Вот как мы говорили, мирон... Как люди договорятся друг с другом? Как люди могут договориться о том, что такое добро? Если мы говорили, что в лучшем случае, что добро существует как некого рода... Ну, как некого рода польза, да, которая осуществляется, допустим, через совесть. Это один из способов. И что? Как это на основе совести можно построить общество? Мы говорили о том, что можно сначала выстроить разумное общество, а потом в нём возникнет новая совесть? Нет, перехода я не знаю. Просто если мы говорим о регионировании мира, то, возможно, сама ситуация ставит вопрос о том, что никакое государство никогда нельзя будет построить на основе принципов добра. Всегда только на основе принципов срублива. То есть, то, что изначальное государство, оно основано на законах, на праве. Получается, что мысль о каком-то... Если коммунистическое общество, это будет действительно общество, то ни в коем случае оно не будет государством. Да. И это означает, что пока мир как бы разбит на государство, никакое коммунистическое общество невозможно. Даже если мир будет одним большим государством, невозможно коммунистическое общество. Неважно, много государств для одного. Корректор. Но государств. Невозможно. Не, может быть, всё-таки принцип добра... Не получается ли так, что... Не принцип, конечно, а что этика добра... Мы как бы... Что этика добра может быть осуществлена только на индивидуальном уровне. В принципе. А не на государственном. Да, только в общине. Небольшой. Буквально всем месяц занимается. Или на небольшое общине. То есть, мы что делали? Мы раньше говорили о том, что этика добра, она осуществлялась у нас на индивидуальном уровне. Потом мы подумали, что человек всё-таки является частью... Ну, частью некой социальной общности. И поэтому попытались возвести это добро в некий государственный принцип. Но теперь понимаем, что принцип оно уже неосуществимо. Слышишь? У нас же общество разбито не только на государственные всякие классы и так далее, но ещё на семьи разбито. Так вот, в регионе семей, если ты говоришь в этой терминологии, слышишь? Большинство семей руководствуется не законами, а именно принципами. Как сказать? Добром, да. Конкретным добром. Ну, потому мы говорим этика добра, чтобы не говорить принцип добра. Потому что принцип добра – это противоречие. Да. В самом определении того, что такое принцип. Мы говорим этика по этому. А когда государство начинает лезть в семью, там, неважно, там, с детьми, там, оно хочет разбираться, или, там, с мужьями, или с жёнами, оно пытается туда спустить закон. А там другой регион, а там другой регион. Как только туда спустят закон, семьи не будет. Ну, вот ювенальная институция пытается спустить закон. Она ювенальная институция, она фактически отменяет семью. Да. Пытается спуститься туда и распространить, вот, кстати, хороший пример, распространить закон также и на этот уровень. То есть она пытается зарегулировать то, что веками никак не регулировалось. Ну, по крайней мере, очень аккуратно регулировалось, да, то есть пытание это не... Ну, потому что они же пытаются фактически внедриться в взаимоотношения, как бы, людей внутри семьи. И зарегулировать его законами. Которые, в принципе, не регулируются законами. Да, потому что семья, как бы, в идеале основана на любви и живёт добрее. Да, именно так. Да. И единственное, что предложил Христос, он предложил семью не по сексуальной любви, там, слышишь, эротической, между мужчиной, а он предложил жить вот семьями, людям, как бы, большие семьи. Но он имел в виду, что он хотел общины христианские, это и есть просто большая семья. Почему они братья и сёстры, да. Да, это большая семья. Просто принцип семьи распространить не только на семьи, в смысле родственности, да, но на, как бы... Он представлял, что общество будет состоять из таких семей, А эти семьи меж собой каким-то образом там должны тоже без государства объединиться как-то. И просто как раз... А возможно, что у них, вот как вот нам пока видится, только в виде нейронной семьи. Проблема, наверное, да, проблема, наверное, христианства состоит в том, что, хотя эта семья, которая должна была бы охватить вот такие малые общности, проблема состоит в том, что возведённая в некий общий принцип, да, на уровне государства, она теряет свою истину. То есть христианство, на самом деле, на государственном уровне невозможно. не возможна. То есть оно, на самом деле, возможно только вот на этом, каком-то нижнем уровне, на маленьких общинках. Людей, которые друг друга знают. То есть христианство, в принципе, основано на том, что это взаимоотношения... Ну, грубо говоря, да, в общении Mission Village 510 человек. Я думаю, сколько людей может друг друга знать? Да, хорошо. Ну, тысяча. Ну, тысяча, нет. Хорошо друг друга знать, могут, ну, ну, допустим... Человек 10-12, если очень хорошо это значит общение. Да, да. Да, да. То есть тот самый как как бы семейный уровень, когда люди могут друг друга хорошо знать. Принцип объединения в этой семье был предложен другому. Да, не на уровне родственности, а на уровне духовной близости. Именно так. В этом состоит суть христианства. И получается, что мы такой интересный ход проделали. Мы сначала попытались эти добра поднять на уровень общественности. Там возникли какие-то проблемы, а теперь обратно спустили на уровень вниз. И выяснили, что в итоге только маленькие общины, которые друг друга знают, могут жить в этике добра. И ничего другого невозможно. Получается, что на уровне государства остается только уровень законов, которые, на самом деле, точно так же нужны. Потому что ничего там другого придумать невозможно. Потому что, в принципе, государство предназначено для того, чтобы люди могли совместно жить в некого рода общей жизни. И в этой общей жизни, конечно же, должны быть некие общие принципы. Это общежитие совместного. Эти общие принципы, как бы, есть законы. И это другой регион. А регион добра – это другой регион. Законы не нацелены на добро. Законы нацелены на предотвращение зла. Получается, что любой большой монастырь, в котором сотни или тысячи монахов, которые друг друга не знают. Это государство. Да, это государство. Потому оно не получается. Это вообще не христианство. Потому и не получается. Монастырь может быть только маленький. Маленький монастырь. Да. И община тоже христианская всегда должна быть маленькой. Маленький какой-нибудь приход, людей, которые друг друга знают. Да. Которые имеют личное взаимодействие. То есть, неформально такое, как вот сейчас. Два христианина встречаются. Формально. Вроде они христиане, но они друг друга не знают. А конкретное. Когда люди могут участвовать в жизни друг друга? Конкретно. Они знают. Если в церкви стоит 50 человек, это не церковь. Да. Получается, что так. На самом деле требуется обязательное вхождение. Ну, что такое брат и сестра? Это ведь люди, которые друг друга её очень хорошо знают. И знают предысторию. Знают многие вещи. Многообразие жизни какое-то есть. Есть какая-то совместная долгая история. Потому что брат и сестра знают себя на протяжении жизни. Они постоянно общаются, постоянно взаимодействуют. А люди, как бы случайно оказавшиеся рядом, условно говоря, живущие в разных точках государства, называют себя христианами. На каком основании? Приверженности каких-то христианских идеалов. Это действительно получается, что такое христианство… Формальное. Да. Формальное. А в лучшем случае оно просто скатывается к законничеству. Потому что объединиться оно может только на основе неких принципов, законов, заповедей. Да, да. И получается, что христианская церковь – это либо, можно сказать, старая синагога стоит, либо это государство в государстве. Да. Просто тут ещё очень важно понять, на самом деле, что христианство, вот эту этику добра, которое трудно формулировано, оно как бы чувствует, оно понимает, на самом деле, и апостол Павел об этом говорит, и многие христиане современные это понимают, да, что настоящее христианство – это ни в коем случае не законничество, да, это ни в коем случае не исполнение каких-то заповедей, каких-то принципов. Слушай, ну ладно, не мысли пришло. Значит, когда у нас в Питере в приходах появляются батюшки, рьяно-радеющие за христианство, да, и их высшие иерархи ссылают в деревни на маленькие приходы, и в человеке 112. Это же поступает-то правильно, только там это и возможно. Так вот, музыка интересно получается. Просто христианство, которое расширяет свои горизонты за пределы вот таких маленьких общин, да, которые стремятся там, ну, там, не знаю, иметь обширные какие-то там, на уровне прямо государства, обществ, такое христианство превращается неименуемо в иудаизм законничества, потому что никаким другим образом оно объединить какие-то огромные массы не может, потому что они друг друга не знают, и конкретно из жизни его никакой не присутствует, никакого конкретности добра быть не может, поэтому это всё превращается в государство, да, как ты и правильно говоришь. И получается, что проблема христианства, оказывается, состоит не в том, что оно в чём-то не право, а состоит в том, что оно не имеет возможности быть расширено глобально. То есть, настоящее христианство не может претендовать на глобальность. Она несовместима с государством? Да. Да, она несовместима с государственностью. Потому что государство базируется на законах, а христианство принципиально незаконным. Получается, что государство и друг друга исключают? Да, именно так. Как они сумели договориться, это вообще происходит? Нет, просто дело, что то христианство, которое сумело договориться, оно и осталось с закониществом. И поэтому всякий раз эти исторические виды христианства постоянно скатываются к иудаизму. И к коробции. Католики постепенно скатываются к этому иудаизму, христианство, и православное несколько раз уже было, вот этот ересь жидовствующий, скатывались к этому. И сейчас постоянно христианство скатывается к заповедям, к принципам, к десяти заповедям, к каким-то законничеству скатывается. И постоянно с этим борется, но постоянно опять же туда сваливается. Потому что реально проблема состоит в том, что христианство не может удержаться на уровне больших общностей, только на уровне маленьких, которых люди конкретно друг друга знают. Потому что только в таких общностях, когда люди конкретно друг друга знают, возможна конкретность добра. То есть, возможно, наша этика добра. А в этом, собственно, и состоит суть христианства. Суть христианства состоит в том, что она именно первое этическое учение, которое эту этику добра развило. Слышишь, по большому счёту, спасение, как понимать христианское спасение, слышишь? Как раз только и возможно в такой маленькой общине. Да. А в государстве спасение невозможно. Нет, получается, что, смотри, на уровне, вот такие маленькие общины должны как-то объединяться, да, в них они должны какой-то жить единой жизнью. И, быть может, они потом как-нибудь ещё объединятся, как ты говоришь, в нейронной сети, там, с другими общинами. Они объединятся друг с другом, и будет, ну, не будет никакого единого центра государственного, понимаешь? Ну, и получается, что, я же тебе говорил, что нейрон – это именно община. Да. Ну, здесь всё равно единого центра не будет, всё равно, понимаешь? Никаких, там, этих, там, не знаю, патриархов, тераполитов, никакой вертикали нет. Потому что это сразу же, ты заметишь, церковь ведь, когда начало такое строительство, она ведь и заимствовала из государства вот все регалии, знаешь, там, как у чиновников, да, там кто-то, там, есть там мелкие какие-то, там, попы, там, протеереи, там, иереи, там, да. Потом постепенно, там, возникает, там, ну, иерархи, там, ну, иерархи, там, какие-то, там, да, 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 потом, там, патриарх, и так далее. Исхи-монах, там, сатир, иерархи, ну, там, я точно не знаю, всё, иерархи. Исхи-гумен, игумен, там, и вообще. Исхи-мандрит, там, ничего там только нец, аглася. Просто воинские звания. Да, 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 да. То есть она вот эту систему вот такую, она естественным образом её восприняла, потому что она, как бы, действительно начала строить государство. То есть она начала строить законническую систему, которая, опять же, подчиняется некого рода инструкциям, указам, там, как бы, некоторого рода правилам, в котором, опять же, циркулирует, прежде всего, власть, а сейчас нет ничего более противоположного, как бы, религии, чем вот система власти, которая в нём начинает циркулировать. Потому что недаром Христос говорил, что не должно быть у вас, там, типа, как вот в государствах есть, там, князья, да, которые правят людьми, а у вас должно быть не так. Просто тот, кто хочет стать первым, пусть будет для всех слугой, да. То есть как раз даже сам Христос указывает, что не строите государство, а что должна у вас быть другая община равна, да, там, где у вас один, как бы, как бы, ибо один у вас Отец Небесный, ибо один у вас наставник Христос. А тут, получается, сразу куча наставников появилась, там, почему-то, чем лучше занимает должность в иерархии этой священнической или, там, монашеской, тем, как бы, почему-то умнее, сразу и авторитетнее и прочее. Вот мы, кажется, поняли, на самом деле, в итоге, в чём состоит проблема христианства, долгим путем шли. Да. Продолжение следует...